В эфире новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте! Вначале коротко о главных событиях этого дня. Открыли огонь и за это поплатились жизнью. В Кизельуртовском районе нейтрализованы двое мужчин, стрелявших в сотрудников правоохранительных органов. Общее число госпитализированных детей с признаками отравления достигло 54. Об этом сообщает Минздрав по Дагестану. Стихийная свалка из пластика и полиэтилена. Мусорный незаконный полигон был обнаружен в Казбековском районе во время рейда. В Кизельуртовском районе нейтрализованы двое мужчин, стрелявших в сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает МВД по Дагестану. Инцидент произошел минувшей ночью недалеко от села Кульзеп Кизельуртовского района. В момент, когда сотрудники полиции пытались остановить автомобиль для проверки документов, злоумышленники открыли по ним огонь. Правоохранители избежали ранений и нейтрализовали стрелявших. С места происшествия изъяты автомат, пистолет Макарова и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело. 12 октября 2020 года, примерно в час 15 на 774-м километре федеральной автодороги Кавказ возле села Кульзеп Кизельуртовского района, при попытке сотрудникам полиции остановить иномарку для проверки документов, неизвестные лица из оружия неустановленного образца произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников. Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы. Полицейские не пострадали. Служебная автомашина получила множественные пулевые пробоины. С места происшествия изъяты автомат, пистолет Макарова и боеприпасы. По данному факту, собран материал для принятия процессуального врачения. Общее число госпитализированных детей с признаками отравления достигло 54-х. Об этом сообщает Минздрав по Дагестану. Между тем, выписаны из них уже 25 человек. По данным ведомства, в инфекционном стационаре республики остается 29 детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Точные причины произошедшего устанавливают в специалисты Роспотребнадзора. Однако, по предварительным данным, известно, что причиной вспышки кишечной инфекции послужили молочные продукты, которые были доставлены в пищеблоки ряда дошкольных госучреждений. В трех детсадах номер 41, 35 и 66 после ЧП временно приостановлена деятельность. Кроме того, всех воспитанников дошкольных образовательных учреждений, где были обнаружены вспышки инфекции, по поручению главы регионального Минздрава возьмут под семидневное медицинское наблюдение. Расследованием продолжают заниматься специалисты Роспотребнадзора. МВД Дагестана уволило полицейского за грубое обращение с гражданами. Ранее в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором мужчина в погонах на повышенных тонах разговаривает с женщиной у магазина. Он пригрозил схватить ее за шею и усадить в машину. По данному инциденту руководством Республиканского МВД проведена проверка. Результатом ее стало принятие решения об увольнении сотрудника из органов внутренних дел. Требования полицейского были вполне обоснованными и законными, но поведение недопустимым, отмечает пресс-служба МВД. В Казбековском районе стихийная свалка заполонила полгектара сельхозугодий. Мусорный незаконный полигон был обнаружен специалистами Роспотребнадзора во время совместного рейда с Министерством природных ресурсов и экологии. Основная часть – это отходы, наносящие непоправимый вред плодородному слою почвы и экологической обстановке в целом. Это пластик, полиэтилен и стекло. В отношении администрации села Ленинаул составлен протокол об административном правонарушении. 600 миллионов рублей инвестируют в завод имени Гаджиева в Махачкале. Об этом сообщают в Минэкономике Дагестана. Средства вложат для последующего расширения производства в рамках инвестпроекта. По данным Минэкономики, это позволит создать 570 рабочих мест. Из них уже открыты 95. Завод имени Гаджиева – это крупнейший производитель насосной продукции, общепромышленной арматуры, электрогидравлических, рулевых машин и не только. Завод является основным поставщиком данной продукции в России и в странах СНГ. В центральной джума-мечети столицы Дагестана прошел финальный этап республиканского конкурса на лучшего чтеца Азана. По итогам отборочного этапа, в котором приняли участие порядка 120 конкурсантов, в финал вышли более 20 участников. Конкурсантов оценивала компетентная жюри и специалистов в этой области. На завершении мероприятия состоялась церемония награждения. По итогам финального этапа победителем республиканского конкурса на лучшего чтеца Азана стал Мухаммад Наби Бутаев. Второе и третье место заняли Магомед Ариф Магомедов и Магомед Расулов. Победителю и призерам были вручены денежные призы. И о спорте. Дагестанские боксеры Муслим Гаджи Магомедов и Вадим Мусаев одержали победы на турнире в Хорватии. Для мужской сборной России соревнования в Загребе стали первыми на международной арене после введения ограничений. На гран-при съехались мастера кожаной перчатки из 18 стран. Весе до 91 килограмма свой высокий класс подтвердил чемпион мира Муслим Гаджи Магомедов. В финале Махачкалинис буквально засыпал градом ударов соперника из Украины Роберта Мартона. А в категории до 69 килограмм лучшим стал коспичанин Вадим Мусаев. В решающей встрече он одержал победу над французом Маканом Трауре. Борец Рамазан Абачараев стал обладателем Кубка России по греко-римской борьбе. Соревнования завершились накануне в Уфе. В столице Башкирии чемпион мира 2016 года добыл золото в весе до 82 килограмм. В финале Абачараев, представляющий двойным зачетом Ростовскую область и Дагестан, встречался со своим земляком, победителем молодежного первенства мира Меладом Алерзаевым. Схватка двух дагестанских классиков выдалась упорной. События на ковре развивались с переменным успехом, однако более опытный Абачараев все же сумел выйти из нее триумфатором. Помимо финалистов, бронзовую медаль в копилку дагестанской команды принес Сайгит Бутаев, выступавший в весе до 67 килограмм. По итогам соревнований в Уфе, тренерский штаб сборной России определит состав для участия в декабрьском чемпионате мира. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!